Было у меня на канале вот такое видео. Оно было не об игре тогда, а больше обо мне, в нём я вам так приоткрылся, рассказал о том, чем живу, что происходит у меня в жизни и какие планы у меня на канал. Страшно было выкладывать, но вроде как результатом я остался только доволен. Так что начну с того, что поблагодарю тех, кто посмотрел то видео, оставил тёплые слова поддержки в комментариях. Мне не передать словами, как было приятно читать ваши комментарии, в которых вы разделяли мои тревоги, в которых говорили, что и сами переживаете разного рода похожее потрясение. И да, понятно, какая доля на наше время выпала, так что рад буду держаться вместе с вами, кто разделяет мои переживания, взгляды и стремления. И рад буду, если такие вот диалоговые видео войдут в привычку, и я, выложив подобные мысли видеоролика на канал, дам вам место для общения на близкие темы, кроме того, как какое оружие выбить новичку. Я нереально кайфанул, общаясь с вами в комментах под тем видео. Да, это похоже на то, что мне нужно стримить бы, но больше года как не стримил, кстати, и, наверное, поговорю об этом сегодня. В этом видео я собираюсь рассказать вам о том, что делаю для канала сейчас, как смотрю на ситуацию с Destiny, как мои дела в вопросе переездов. В прошлом видео я говорил, что планировал как раз ещё один, так что налей себе вкусного чаю, давай пообщаемся. Начну с того, что футажей из Destiny актуальных у меня толком-то и нет почти, потому что я правда перестал играть в Destiny 2. Вот график моих сессий за последние пару месяцев и, ну, даже те дни, что отмечены здесь зелёной отметкой, как бы с онлайном. Обычно это онлайн, чтобы подснять скриншот для обложки или пройти сюжет вторника максимум. Хотя я это делал я нерегулярно. Затащил с себя пройти пару сезонных миссий, чтобы было что на фон поставить, но в целом здесь будут на фоне не только из Destiny футажи и из других игр тоже, просто всё, что наиграл. В целом у меня сложилось чёткое ощущение, что из Destiny, как core игрок, который следит за всем происходящим в балансе, в настройках механик каких-то, билдов, формит всё лучшее, я ушёл. И нет, я не сжигаю сейчас мосты, я точно знаю, что я буду играть в следующем сезоне. Хотя, хотя нет, я точно уверен, что буду играть в дополнение финальная форма. А вот после или до, надо будет хорошенько подумать. Может быть на канале появится видео с фразой «Я ухожу из Destiny», и оно будет уже таким финальным аккордом истории моего стража, но может быть и нет. Сейчас или потом это всё равно случится. Я давно не ставлю себе целью что-то целенаправленно получать из наград в игре, особенно если для этого требуется караулить каждый ресет, или формить сумрачный налёт или подземелья. И знаете, за много лет в игре я был разным игроком. Фанател больше от PvP, фанател от PvE, балдел от человых забегов с окланами в рейды или подземелья, набивал какие-нибудь циферки на стату в разных трекерах. А вот таким чуваком, который просто играет строго тогда, когда на это есть настроение и прям желание, таким я не был, да, наверное, никогда. Как только завёл канал, я въёбал как мог на энтузиазме и на интересе, и через «не могу» было, и чтобы заработать и выжить, когда потерял основную работу во время пандемии. Теперь вот хочу такой темп поддержать, и его же, в общем-то, несу и на канал, на котором хочу видеть более спокойный, оригинальный, близкий мне и нештампованный контент. Хочу делать его более личным. Хочу, чтобы вы знали лучше меня, а я знал лучше вас. Мы в каком-то смысле всё же росли вместе с вами. В сообществе сейчас творится полный кошмар и ад, который тоже, ну, давайте признаем, не мотивирует играть в Destiny больше. Всё чаще мои коллеги-ютюберы из западного комьюнити говорят о том, что игра в ужасном состоянии, что играть и защищать игру становится всё труднее. Кто-то в надежде на чудо ждёт августовскую презентацию от Bungie, кто-то, как, например, Data, уже напрямую говорит о том, что какие бы планы на франшизу у разработчиков не были, но после финальной формы он возьмёт перерыв от игры и, возможно, что в неё уже не вернётся. Но многие ютуберы просто в тупике, ведь у тех из нас, у кого контент сфокусирован на одной игре, у кого канал посвящён, как у меня, там, был долгие годы только Destiny, нам трудно сменить нишу. Таких примеров, удачных примеров, я имею в виду, на ум единицы приходят. Только МНТАЖ, который ловко сошёл в Геншин сколько-то там лет назад. Ну, Рил Крафти, может быть, с корешами. Они вроде в Фортнайт уходили, но не уверен, во что они играют сейчас. И я боюсь, что вынужден вторить дата. Я прикидываю пока примерно так же. Не верю, что после ещё одного крупного дополнения, я имею в виду Final Shape, у меня будут силы на ежедневную игру и видосы, как раньше, знаете. Но это не значит, что я прощаюсь с игрой сейчас или с вами. Мне, наоборот, как никогда сейчас нужна ваша поддержка, и я бы хотел, чтобы мы просто были, как говорится, на одной странице. Знаю, что у многих из вас такие же мысли об игре примерно, так что, как я и сказал в начале видео, я буду рад находиться в окружении единомышленников и тех, кто так же чувствует. Я ещё вернусь к этой теме в отдельных видео, наверное, осенью, когда канал будет отмечать свой день рождения. И знаете, таких чуваков, которые приходят в комментарии фанатских сообществ по абсолютно любой игре, хоть популярной, хоть не очень, и пишут что-то вроде, блин, в это ещё кто-то играет? Вот я, работая с сообществом, и как блогер, и автор, или как комьюнити-менеджер, вижу такое регулярно. Так вот, я сам попался в какую-то подобную ловушку. Я открываю ленту своих подписок на YouTube, или захожу в Twitter, и поскольку большая часть ленты — это так или иначе люди, связанные с Destiny, я вижу тот же контент по игре, какой выходил у них год назад. Два года назад, или четыре года назад. Да и, вообще-то, суться ты на канал ко мне, не знаю, полгода назад, наверное, бы впечатления были теми же самыми. Билды, обзоры, лучшие перки, обзоры оружия, зур. У меня невольно возникает мысль, глядя на это. Блин, други мои, как вы на этом вообще держитесь? Понятное дело, что монетизацию-то сняли для русского сегмента YouTube, вот я иною, а чуваки-то просто работают. Но всё же у меня просто сформировался совсем другой взгляд на тот контент, который я бы хотел делать. Я знаю, что в ближайшее время просто не стану насильно клепать ролики, которые я делал раньше, с обзорами, гайдами и так далее. И вот я удивлялся, как у других авторов это работает. Я уверен, что многие также устали. Всё в том же недавнем ролике Data меня прям на слёзы почти пробил, потому что он дословно выложил все мои мысли как автора. И это так странно понимать, что у контент-мейкеров разного масштаба одни и те же проблемы, когда работаешь над чем-то так долго. Но да ладно, даже если Destiny меня расстраивает, я очень люблю работать над каналами видео, так что давайте двинемся к позитивному. Как вы наверняка успели заметить, звук моего голоса улучшился в последних роликах. А по монтажной части я смог позволить себе чуть больше. Вы же заметили, правда? И я наконец купил себе базу для работы с контентом. Я монтирую не на калькуляторе больше, а прям почти на коллайдере. Но поскольку я всё ещё живу в таком подвижном режиме, назовём его и не знаю в какой стране или в каком городе окажусь через год или два, для меня важна мобильность и компактность. Так что и технику я подбирал, исходя из-за этих соображений в первую очередь. Купил миниатюрный микрофон Razer Mini. Он, конечно, довольно бюджетный и не самый сильный в плане качества звука, но пока закрывает потребность головой. Для меня главное, что он даёт мне нужный простор по настройкам и не занимает много места в сумке. Ну и это всё ещё лучше, чем писать на гарнитуру от телефона, пожалуй. Ну а для монтажа у меня теперь новый ноут. И этому я просто никак не нарадуюсь. Прошлый ноут, макбук прошка 12-го года, у меня протянул все свои 11 лет. И всё ещё он живой. Я им пользовался на старте канала, потом пересел на настольный ПК и вернулся только когда взял его с собой при переезде. Старичок из последних сил ворочал ленту Ютуба, а я от него ещё какого-то монтажа ждал. И купил я тот ноутбук вообще, когда работал сам продавцом ещё в магазине техники Apple, и знал бы я тогда, где я с ним окажусь. Так что даже теперь, когда я им не пользуюсь, я всё равно его берегу как такой артефакт, знаете, он очень мне дорог. Спасибо большое тем, кто донатил на новую технику. К сожалению, донатами добить полную сумму, конечно, не удалось. Но несмотря на это, ваш вклад и отзывчивость я очень ценю. Каждого подписчика на Boosty обещаю угостить пивком или соком, если дороги пересекутся. Теперь вот осталось ещё по мелочи дособирать на карту захвата SSD-шник, и можно будет работать. Вообще, я даже думал о том, чтобы монтировать ролики для других каналов за это время, или набивать руку, потому что вот, ну, люблю я это дело. И как я сказал, как бы не расстраивало Destiny, работу с видео я люблю, и расставаться с ней не хотел бы в ближайшее время. Насчёт дорог. В прошлом разговорном видосе я рассказывал о своём переезде из страны. На момент выхода того ролика я переезжал из Турции, и сейчас осел в Азии. И мне пока тут всё нравится. До этих пор я обычно гонял в отпуск или в путешествие только в европейскую часть континента, так что мне надо было набраться определённой смелости, чтобы вот так переехать в новую культуру, с которой ранее я не сталкивался. Но на самом деле, привыкать долго не пришлось. Всё же, мультикультурность, глобализация, знаете, делают такие переезды заметно проще. Единственное, к чему я всё ещё никак не привык, это часовые пояса. Когда по московскому времени у людей ресет в Destiny, или конец рабочего дня, и они садятся играть, пишут мне, мол, давай погнали вместе, я в это время ложусь спать. Но вот это прям вообще всё ещё порой парит, по этой причине я очень медленно продвигаюсь по сюжетке той же Diablo 4, и играю в большинство игр в соло. Так что, если у кого-то схожий часовой пояс, пишите, буду рад поиграть во что-нибудь при случае. Но в новом месте мне всё же больше нравится. Особенно тут, конечно, раздор для гиков, нёрдов и анимешников всяческих. Постоянно вижу какие-нибудь прикольные магазины с мангой, или коллабы спортивных брендов с аниме-тайтлами. А, ещё я тут попадал на большой рынок с игровыми консолями всех поколений и всякими коллекционными фигурками. Там можно было хоть купить геймбой, хоть PlayStation Portable шитую. Бежал оттуда, закрыв глаза, чтобы не потратить лишнего. А то куплю я сейчас что-нибудь, а потом, слава ведь это тащить куда-то. Я в инсте у себя показывал немного эти лавочки, и хочу ещё оттуда вернуться и записать пару видосов, выложить в сторис или рилсом. Думаю, это может стать интересно. А может и на канал что-то из этих кадров потом, или в Телеграм кинул. Так что, если любопытно посмотреть и послушать о переездных делах, о быте в новой стране, это, пожалуйста, и правда ко мне в Инстаграм, ну или в комментах напишите, я расскажу в следующем каком-то разговорном подобном видео что-то подробнее. Хотя больше я втыкаю, конечно, здесь в работу, чем гуляю и что-то снимаю. Если активчик какой-то принесёте в Инсту, то постараюсь чем-то интересным ответить. Хотя, конечно, помним, что всё же переезд в какую-то страну и туризм в эту же страну, это жесть, какие разные вещи. Ну а вы пишите, из какой, кстати, страны смотрите, интересно, кто и где оказался. Вообще кажется, что нужду в таких вот разговорных видосах у авторов контента принято закрывать стримами, но я их, как сказал в начале, не провожу уже года полтора-два. Но мысли о том, чтобы подрубить были время от времени, как минимум для такого вот живого общения с вами. Так что напишите в комментариях, хотели бы вы на стримах позалипать сейчас или нет. У меня, как я сказал, пока карты захвата нет, сбор на неё я на всякий случай на бусте всё же открыл. Так что, как докуплю всё необходимое, можно будет игровые стримы подрубать. А до этого момента могу обещать только какие-то разговорные без геймплея. Надо пообщаться. Но, опять же, только если вы попросите, если вам это интересно. Так что давайте обсудим в комментариях. И вот про игровые стримы я сказал. Про Destiny, как про место, в котором я отдыхаю, я думаю, всё меньше и меньше. Так во что я тогда играю? Ну, за последние месяца два я залип в две игры. В Diablo 4, о которой уже делал отдельное видео, в котором делился впечатлениями о первых часах десяти игры. И в Fortnite залип. Вот в форточку я, конечно, знатно засел. Играю в неё более-менее каждый день. Сначала залетел в прошлом сезоне, увидел там доп-сезонник, посвящённый атаке титанов, моему любимому аниме из немногочисленного числа того, что я вообще смотрел. Купил, в общем, сезонник. И на УПМ гонял Эрена Йегера по карте, исследуя новые механики и мир. Мнение о том, что Fortnite это какая-то песочница для детей, сливающих на донат родительские деньги, довольно популярно. И я тоже всегда смотрел на игру примерно с под таким же углом. Я пытался играть в Fortnite на старте её батл-рояля. Алды могут даже помнить, что я видосы на этот канал выкладывал по ней, но потом кринжанул и быстро скрыл их в закрытку. Но вот именно сейчас игра попала в меня и зацепила, ну, прям очень плотно. Меня, кстати, очень удивил невысокий порог входа. Знаю, что многих от форточки отталкивает комьюнити высокоскоростных строителей, которых переиграть с нулём опыта будет очень сложно, ну или невозможно. Так вот это оказалось не так. Во-первых, у игры какой-то невероятно точный уровень подбора игроков по скилу, и я ещё ни разу не натыкался на поражение от какого-нибудь киберспортсмена, понять которого я прям вообще не мог. А во-вторых, в игре, оказывается, довольно давно есть режим без строительства, который вообще остался в основном плейлисте. Я, в общем-то, только в него и играю, потому что строить и правда сложно, а во-вторых, мне в целом не очень интересна эта механика. Fortnite подстёгивает меня играть быстро, и мне нравится то, как это работает без билдов. Ну и, боже всемогущий, как же тут сложно держать бумажник при себе. На фоне всех этих историй с монетизацией в Destiny, это для меня наиболее прозрачная система. Я внезапно обнаружил, что вообще-то не прочь купить некоторые скины, ну, вы понимаете, причина объективная налицо. Но, в общем-то, пока это не превратилось в видео про то, что я доначу на скинчике вайфу в форточке, просто скажу, что мне прям есть что сказать о ней, впечатлений и мыслей наберётся на отдельное видео. Так что, если вам любопытно, как так вышло, что Джонни Ленни еб***цей ушёл играть в мультики, напишите в комментариях, я буду только рад. Поскольку такой контент у меня прям сидит внутри уже пару месяцев, да и стримил бы я игру, в которой получаю истинное удовольствие, тоже с большей охотой. Блин, аж руки зачесали поставить запись видоса на паузу и пойти сыграть. Но к чему всё это я? Мне, конечно, вот так общаться с вами по кайфу. Но по кайфу ли вам? Пишите в комментариях, что из того, что я рассказываю вам, больше всего откликается. Я с радостью отвечу. Ещё раз спасибо тем, кто писал добрые слова под прошлым разговорным видосом или посылал всяческие лучи поддержки. Лайкам тоже очень рад. Давайте будем на связи, ну и насчёт стримов я всё же подумаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok